Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Что сделать, чтобы благодать от причастия к причастию пребывала, а не уходила? Да, это тяжелый вопрос для каждого из нас. Вот святой праведный Иоанн Кронштадтский решал его так. Он каждый день служил литургией. И даже в этой ситуации он говорил, от литургии до литургии я умираю. Потому что человек был духовный по-настоящему, исполненный, напитанный Духом Святым. А именно такого человека мы называем духовным. И он чувствовал, как вот он принял себя Христа. И несмотря на то, что он себя берег, он не говорил ни одного лишнего слова. Тем не менее, благодать это уходит. Как из дуршлага вытекает вода. Но если у него там была одна тоненькая струечка, то у нас сразу раз, как будто в нашем ведре дна нет. Почему? Что сделать? Ну, прежде всего, не болтать после литургии, побыть в тишине в молитве, внимательно, медленно прочитать. Если не смогли помолиться хорошо в храме, дома перечитать благодарственные молитвы. И чаще причащаться. Чтобы причастие было не исключением из жизни, без вот такого близкого насыщения Святым Духом. А чтобы было постоянно. Но для этого, конечно, и жизнь должна быть совершенно определена. Должна быть чистая. Надо стремиться к бесстрастию. Надо полюбить сладость молитвы. И трудиться в молитве очень много. Надо читать Священное Писание. То есть, выхода здесь, наверное, даже нет. Он, наверное, вот в молитвах, что «подавай нам исти тебе причащайтесь в невечернем дне царствия твоего». Это молитва, которую читает священнослужитель после причастия в алтаре. Перед тем, как вынесет чашу для мирян. То есть, подавай нам исти, то есть, еще правильнее, еще более истово принимать тебя в себя в твоем небесном царстве. А здесь, конечно, когда мы причащаемся, мы чувствуем свое несоответствие этому великому таинству. И нам больно от этого, нам горько от этого. И, может быть, если мы перестанем это чувствовать, это очень плохой признак. Вот то, что святые отцы называют сердечной болью, а здесь она таким самым острием царапает нашу душу. Это вообще признак того, что ты жив, что в тебе дух живет, потому что ты чувствуешь несоответствие. Можно перечитать седьмую главу послания к римлянам апостола Павла и вот этот крик великого апостола, буквально крик души, мучающийся о том, что люблю одно, делаю другое. Вот хочу этот закон соблюдать, а соблюдаю, вижу этот другой закон. Или в другом месте послания он говорит, что плоть хочет своего, дух хочет своего, и они воюют друг на друга. И потому вы делаете не то, что хотите. Это, по-моему, послание к галатам, если не ошибаюсь, конец. То есть, вот эта война идет во мне, а там, где война, там больно. Но сделать так, чтобы, наверное, причастие было самым главным событием в жизни. Все подчинить ему. Тогда, наверное, дольше удастся удержать благодать Божию. Субтитры сделал DimaTorzok